В Международном аэропорту Владивостока состоялось торжественное награждение двухмиллионного пассажира. Обладателем почётного звания 2023 года стал гость Приморского края. По его словам, во Владивосток он вернётся ещё не раз. Это мой первый раз в России. Я впервые приехал во Владивосток. Я думаю, что Владивосток очень замечательный город. Здесь всё очень красиво и также очень вкусная еда. Мне очень всё понравилось. Я считаю, что Владивосток – очень крутой город. Юбилейный путешественник зарегистрировался на рейс Владивосток-Харбин. Напомним, в этом году авиакомпания «Аврора» возобновила полёты в Китай спустя три года с момента пандемии. Так совпало, что это выполняет наша компания «Аврора» на рейс «Харбин». Мы в этом году начали выполнять 26 марта. За полгода перевезли 11 тысяч пассажиров. Под аплодисменты пассажиров и работников аэропорта счастливому юбиляру объявили приятную новость и вручили памятные подарки. От аэропорта Владивосток – сувенирную продукцию и сертификат на посещение зала повышенной комфортности. А от авиаперевозчика – модель самолёта «Аврора», на котором победитель полетел в Харбин. Мы вас поздравляем с тем, что вы стали двухмиллионным пассажиром. И от аэропорта мы вам дарим бесплатное посещение бизнес-зала и сувенирный набор. Поздравляем! Пусть и день! Пусть и день! А также от компании «Аврора», на которой вы полетите в Харбин, пишите вас поздравить, что вы являетесь двухмиллионным пассажиром аэропорта и почти один с тысячным компанией «Аврора». Аэропорт Владивостока ежегодно демонстрирует положительную динамику объёмов авиаперевозок. За 8 месяцев 2023 года общий пассажиропоток аэропорта вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Сегодня Международный аэропорт Владивосток чествует двухмиллионного пассажира. Для нас это очень важное событие, учитывая тот факт, что аналогичную цифру в том году мы достигли двумя месяцами позже. И это говорит о том, что рост авиаперевозок и возвращение пассажиропотока у нас продолжается. Это не может нас не радовать. Напомним, сейчас пассажирам из Владивостока доступно пять зарубежных направлений – Пекин, Харбин, Бангкок, Пхукет и Ташкент. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Продолжение следует...